Казахстан И вот, наконец, границы открыты. Антон, посыпайся. Орел и Решка первыми собирают рюкзак и отправляются в свое новое, долгожданное путешествие. Мы вернулись после месяцев самоизоляции. Чтобы показать вам новые чудеса света и рассказать, как путешествовать в новом посткарантинном мире. Все, нет, я не плачу! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Ой, да перестань! Перестань говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Премиальный мир с картой Мастеркард не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет. Это Орел и Решка и чудеса света. И мы прилетели в африканскую страну Уганду. И тут много чудес. Но наше чудо света – это гигантское озеро Виктория. Самое большое в Африке. Крокодилы, бегемоты, обезьяны. Кошелотов нет. И зеленый попугай. Так, бросай монетку. Обезьяна, кошелот, бегемот. Орел. Решка. Давай. Ой, Васенька, Васенька, Васенька бедненькая с рюкзачком, да по этим трущобам, да по красной земелью, да с грязными сапожками, да в шляпке своей бедняжечка. Ой, как жалко тебя, как жалко. Как жалко, что не раньше. На экваторе, в самом центре Африки, находится ее гигантское голубое сердце – озеро Виктория. Но за ровной гладью Виктории прячутся сумасшедшие африканские приключения. Здесь можно и почувствовать себя первопроходцем Африки и попасть на самое дно общества и стать настоящей киносвестой. А можно найти свою погибель. В эти выходные случилось такое, что мы чуть было не потеряли Антона. Он выплыл? Он что, не выплыл? Целых два дня чувствовать себя персоной ВИП. А все благодаря моей премиальной карте Мастеркард. Она в два счета откроет двери к любым возможностям, в какой бы части мира вы не доходились. Всемогущая моя. Все международные рейсы в Уганду прилетают в аэропорт города Энтебе. И это невероятное везение. Потому что аэропорт буквально стоит на озере Виктория. Стоит пройти всего пару километров пешком и уже можно увидеть чудо света! Богачу лучше всего знакомиться с озером Виктория, с озера Виктория. Поэтому я арендовал себе дорогущий по местным меркам катер за 600 долларов. Всего 20 минут пешей прогулки от аэропорта и можно встретиться с чудом света один на один! Ну здравствуй, озеро! А это точно озеро? Оно такое гигантское! На берегу Виктории не можешь поверить, что находишься в центре африканского континента, а не на берегу моря. Размеры озера Виктория не укладываются в голове. По площади оно как два Азовских моря. Озеро как два моря! Оно действительно бескрайнее! Кто-то даже подсчитал, что если все люди на планете пойдут купаться в озеро Виктория, то у каждого будут свои 9 квадратных метров! Вот послушайте, ну море же! Стоя на песчаном пляже, очень трудно удержаться, чтобы сразу же не плюхнуться в озеро! Но мой вам совет – вот бегать, развлекаться вы можете, наслаждаться тоже! А вот купаться – это небезопасно для вашего здоровья! Озеро Виктория кишит крокодилами, которые съедают до 20 человек в год! Но есть опасность, которую человеческий глаз увидеть не способен. Купаться в озере Виктория можно только на свой страх и риск. Дело в том, что вода тут заражена шистосомозом! Но это когда червяки залезают под кожу человека и откладывают там личинки и дальше… Как в фильме ужасов. Приятный бонус к коронавирусу. С озером поздоровались? А теперь интересно узнать, как живут люди на его берегах. Говорят, что больше всего озерного колорита на рыбацком острове Киме. Поэтому для начала я доберусь до местного причала. Там надеюсь найти лодку и доплыть до острова Киме. Самый удобный способ добраться к причалу – это БОДА-БОДА! БОДА-БОДА – это мототакси. Самый популярный местный транспорт. Мотоциклы стоят дешево, едят мало, ездят шустро, а их проходимости позавидует любой внедорожник. Спереди водитель, сзади пассажир. Ну или два. Или пассажир и мешок. Ну, в общем, вы поняли. А теперь шок. В Уганде, в центре Африки БОДА-БОДА можно вызвать через приложение в смартфоне. Все-таки 21 век на дворе. Так, выбираем. Ага, недоступно. Приложение есть, не работает. Ну понятно же, Африка. Буду ловить так. Хай, гайз. Ай, бода-бода. Бода-бода. Ось, куковод много. Целых три сразу. Так, гайз, I need to go to the НТБ центр. How much do you want from me? 5 each. 5 each? Начинается, конечно. No, 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 guys, I know that the price is much better. Two, two thousand. Two thousand шиллингов. Спасибо приложению. Ok? Yes, отлично. Спасибо приложению. Между нами нет никакой дистанции. И я чувствую, как он пахнет. Но на самом деле мне нравится этот запах. Такой экзотический. И никакой безопасности. На себя шлем не надел, на меня тоже. Пока некоторые вдыхают ароматы Африки, мы с безлимитной картой отправляемся на поиски местных люксовых отелей. Может быть где-то там в Кении или в Танзании на берегу озера Виктория есть крутые 5-звездочные отели. Но тут выбор небольшой. Всего два 5-звездочных отеля, куда можно сразу подплыть на катере. Я выбрал тот, что подороже. Отель Лейк Виктория Сирена Гольф Резорт энд Спа. Видно, в Уганде посчитали, что нет способа сделать отель шикарнее, как стилизовать подсредневековую итальянскую виллу. Черепичные крыши, как в Тоскане. Башенка с часами, как во Флоренции. Конечно же бассейн, но чем не вилла Бобали? Хороший отель. А поселюсь я не только в самом лучшем номере в отеле, но и во всей Уганде. За одну тысячу долларов в сутки. Только представьте, чтобы переночевать в таком отеле, обычному угандийцу пришлось бы работать три года. Итак, начнем экскурсию по богатой жизни. С вами я, ваш гид-мажор Энтони Рэббитс. Так, давайте обо всем по порядку. Столовая. Кухня. Халат и тапочки. Добро пожаловать в спальню. Кстати, прошу заметить, весь интерьер в номере выполнен итальянцами. Спускаясь по ступенькам, мы попадаем в святая святых, ванну, отделанную гранитом и прочими материалами. И, наконец, изюминка номера – шикарная терраса. Да, номер небольшой, но его размеры идеально дополняет восхитительные ландшафты и чудо света – озеро Виктория. Кладоискатели, угандайте, где я спрятал 100 долларов. Чтобы отыскать клад, приезжайте к отелю Лейк Виктория Сирена Гольф Резорт энд Спа. От него по дороге Кига пройдитесь один километр. Там увидите недостроенный фундамент, в котором будет ждать бутылка со ста баксами. Дерзайте, сунгл! По дороге на Рыбацкий причал можно увидеть, как живут люди на берегах озера Виктория. Первое, что бросается в глаза – здесь левостороннее движение, как в Англии. Впрочем, неудивительно – Уганда была когда-то британской колонией. Дороги здесь очень даже ничего – ровные и без ям. Прям настоящий автобан. Ну а в остальном – это самая настоящая мама Африка. Шумные. Пыльная. И крикливая. Все в красной пыли, которая прилипает к любой поверхности. Рядом с многоэтажками – трущобы со сточными канавами. А рынок не только на обочине, но и на проезжей части. Смотрите! Рядом с многоэтажками. Поехали. Рядом с многоэтажками. Почему мы едем так быстро? Мы опаздываем на встречу с нашими дальними родственниками. Мы едем на остров шимпанзе. Нгамба – это небольшой, покрытый дикими джунглями остров, на котором живут 50 шимпанзе. Большинство попали сюда после того, как их родители были убиты браконьерами. Планеты обезьян. Вон они, человекоподобные. Они вдруг все выбежали из леса и уселись, глядя на нас. Обезьяны знают, что если на горизонте появляется человек, значит наступило время обеда. Выглядит это все, конечно, жутковато. Особенно, когда они подбегают за едой и полное ощущение, что люди в шубах дерутся за провизию. Смотришь на это их поведение в дикой среде и понимаешь, что они действительно очень похожи на человека. Шимпанзе могут жить больше 50 лет, они узнают свое отражение в зеркале, они пользуются языком жестов и даже могут иметь пристрастие к табаку и алкоголю. И это не просто так. На всей планете Земля, из всех животных, шимпанзе, наши самые ближайшие родственники. Ближе никого нет. Геном человека на 98% совпадает с геномом шимпанзе. Но вы только посмотрите на них. Это на 98% подросток, который грызет ногти. Это твой знакомый, который просит денег до зарплаты. Этот на 98% американский футболист. Этот на 98% дедушка из соседнего двора. А вот этому не хватает 2% ДНК, чтобы изобрести закон всемирного тяготения. А я тем временем добралась до пристани, здесь пришвартованы рыбацкие лодки, которые ходят на остров Кимми. Какая гигантская. Так, рыбки есть, рыбаки есть. И для меня сейчас главная цель – это попасть на остров Кимми. Так, давайте попробуем это сделать. Извините, мистер. Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Чего за меня как-то стучают. Я за гайзом мад. Извините, я хочу идти на остров Кимми. Кимми? Кимми? Я не знаю. Вы не знаете остров? Айланд. Айланд Кимми. Кто знает о айланд Кимми? Кимми? Аням Ании. Договориться о поездке туристу оказалось нереально. Здесь большинство не только не говорят на английском, но и вообще в первый раз в жизни видят белого человека. К счастью, нашелся один, кто знает пару слов на английском. Я хочу идти на остров Кимми. Ха-ха, вот ты вот, ха. Господи, тут ребята такие радостные. Я не могу постоянно орут, кричать. Сколько? 60,000 это у нас сколько? Опять, извели меня как всегда. Ничего не меняется. Вот тут я понимаю, настоящие приключения, не эти яхты, лодка в дырке, вода набирается. Рыбацкие лодки угандийцы лепят из всего, что есть под рукой. Поэтому мой капитан специально взял помощника. Я сначала не поняла зачем, а оказывается он здесь для того, чтобы вытерпевать воду. Потому что лодка-то в дырках. Все опять сама. Все своими руками. Чем еще заняться богачу на берегах озера Виктория? За 150 долларов есть уникальная возможность сыграть в боевике у самого знаменитого угандийского режиссера. Друзья, если кто не знает, это Айзек, главный режиссер боевиков Африки. Это огромное приятно познакомиться с вами. Виктория Виктория. Я видел твой фильм, и мой любимый фильм «Бедлеся». Да. Она убил. Мне повезло сегодня сняться у него в фильме. Пойдемте утрем нос выскочки Тарантино. Айзек – это африканский Тарантино. О его сценариях грезят Warner Brothers. Студия Марвел умирает от зависти, глядя на эти спецэффекты. Агенты Universal мечтают заполучить себе этих актеров. Вот это все и есть тот самый легендарный съемочный павильон – Фабрика грез. Я так себе все и представлял. Размах киностудии поражает. Здесь есть полноразмерная модель вертолета. Реквизиторская с целым арсеналом оружия. Тут все профессионалы, все до одного. И даже собственная аллея звезд. Точнее, стена звезд. У Айзека есть особый фетиш. В каждом его фильме должен быть белый турист, который погибает в страшной смерти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Съемки начинаются. За работу берутся художники-постановщики. Крепят специальную зеленую ткань для визуальных спецэффектов. Видно, что работает команда профессионалов. Итак, по сценарию я солдат, которого отправили спасать свой отряд. У меня в нашем трэвл-шоу меньше слов. У меня в нашем трэвл-шоу меньше слов. Режиссер ставит задачу актерам. И когда все готово... Камера, мотор, сцена первая, дубль первый. Нападение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, реквизиторы. Специалисты по спецэффектам наливают в презерватив бутафорскую кровь и цепляют это все под футболку. Вообще незаметно. Он отдал отдаю смерть. Акция! Кот! Это большая честь быть убитым в вашем фильме. Ну а теперь смотрите на всех экранах нашей планеты. Спасти рядового Зайцева. Антон! Ван Ди Себо! Увала! Увала Ролешка! Уносо Вала! Я Себо! Увала! Благба! Поехали! Вот не зря я четыре года учился в Екатеринбургском театральном институте. Здравствуйте, Азалия Всеволодовна, я в кино. Ну наконец-то, вот и он – остров рыбаков Кимми! Да уж, конечно, издалека это выглядело прикольно. Птички летают, домики… А приближаешься и ты в ужасе, потому что тут все раздолбанное, трущебы, пахнет рыбой! Причем протухшей. Господи, куда я приехала? Стоило мне только сойти на берег, и начался ливень. Гулять по острову в такую погоду – не вариант. Пришлось спрятаться. Вызвала дождь. Ну спасибо, Ватилис. Привет, как тебя зовут? Василиса. Что ты тут делаешь? Я не знаю, что я тут делаю. На улице дождь, может зайдешь? Спасибо, это было бы супер. А как вас зовут? Эста. Приятно познакомиться. Это ваш дом? Да. Я тут работаю и тут же сплю. А где? Вот здесь. Вот мой матрас. Последите, у человека все как в Японии, считай. Кровать есть, матрас подбежной, вот так вытаскивается и тут спят. А это ваша кухня? Да. Слушайте, это конечно удивительно. Нет ничего, ни стола. Готовят на углях, в горшке. Ванны в доме нет, а туалет сделали на втором этаже, чтобы во время наводнения его не затопило. Если нужно по большому – идем наверх. А если по маленькому – то сначала в миску, а потом все выливаем на улицу. Пока мы с Эстой болтали, дождь закончился и я попросила ее показать мне остров. Вдоль всего берега пришвартованы рыбацкие лодки. А в середине острова стоят страшные сараи, в которых живут люди. Трусёбы, вокруг дети беспризорные. Здесь один хлам, мусор. Но если присмотреться, на острове есть все, что и в любом городе. Рынок, на котором продается все – от пластиковых стульев до шашлыка из крыс. Есть школа, бар с бильярдом и даже кинотеатр, где одновременно показывают и боевик и футбол. Вся жизнь на острове строится вокруг рыбной ловли. Рыбаки ловят в озере здоровенного нильского окуня. Его доставляют на большую землю. Там замораживают и отправляют в Европу. Мелкую рыбешку раскладывают сушиться на огромных сетях, которые лежат прямо на земле. Мальков сметают вениками. Половину отправляют на фабрику, чтобы пустить на комбикорн. А половину оставляют на пропитание себе и на корм домашним животным. Рыбак на озере Виктория считается очень престижной профессией. В день один мужик может заработать до 5 долларов. Бешеные деньги для Уганды. Правда, заработок они сразу же пропивают в баре или тратят на продажную любовь. У нас здесь очень много проституток. Почему они выбрали эту работу? Большинство из них не хотят тяжело работать. Они считают, что, мол, быть проституткой легче. Встала утром, умылась, делала макияж и сидишь ждешь. В Уганде есть такое явление, как секс ради рыбы. Женщины вступают в сексуальные отношения с рыбаками за еду. На острове почти каждый третий болен ВИЧ. Рыбаки здесь делают все, что хотят. Они могут быть с шестью женщинами за день, а потом возвращаются к своей семье. В результате болезни, инфекции и нищета. Смертность на острове, как, впрочем, и по всей Уганде, одна из самых высоких в мире. Из тысячи младенцев умирает шестьдесят семь. А взрослые здесь даже не доживают до сорока лет. Врачи с материка почти здесь не появляются. Ну, может, раз в восемь месяцев. Плыть в больницу на материк слишком дорого. Аренда лодки стоит 16 долларов, а канистра бензина – 32. Каждый год бывает с десяток случаев, когда женщины рожают прямо в лодке. Приплыв на остров Кимми, через час уже хочется отсюда сбежать. Тут такая беспросветная беднота и безнадега, что поневоле начинаешь ценить, где и как ты живешь. Жаль, что у этих детей практически нет шансов на нормальную жизнь. На большую землю я добралась уже после заката. Ой, что это за день? Это какое-то издевательство. Все, надоели. Трущобы, это грязь. Поеду в столицу. Кампала, встречай! Кампала – это, кто не знает, столицу Уганды. Город большой. Надеюсь, там получится найти приличный недорогой отель. Вот, пожалуйста, Хартс Моттл всего за 15 долларов. Так, где моя Бода-Бода? Двери такие. Так, окошко. Здравствуйте! Здравствуйте! У меня есть ресурс. Можете идти? Это Хартс Хотел, да? Да, это отель. Супер! У меня есть ресурс. Можете идти? Хорошо. Спасибо. Вы видели, с какой они пушкой здесь встречают? А все потому, что в Уганде ночью могут забраться в отель и обворовать туриста. Вот и стерегут их изо всех сил. Белые простыни, мягкий матрас, своя ванная комната с личными тапочками, телевизор и даже вентилятор. И все это великолепие стоит 15 долларов. Я в национальном парке Мерчисон Фоллс. На часах 5.57 и через три минуты начнется мое необычное сафари. Воздушный шар – это самый дорогой способ увидеть африканских животных. В корзине обычно помещаются 8 пассажиров, которые платят по 300 баксов. Но с безлимитной картой можно выкупить всю корзину за две с половиной тысячи долларов. Полетели! Парить над африканской саванной в лучах рассветного солнца – это вообще отдельный вид искусства. Вокруг так умиротворенно, тихо. Прелесть сафари на воздушном шаре в том, что тут ни одно животное не спрячется в высокой траве. Здесь каждая зверюшка будет видна как на ладони. Вон, смотрите, там резвятся антилопы-импалы. А тут их троюродные братья и сестры – кангони. Их еще называют коровьими антилопами за большую вытянутую голову. Вон мирно пасутся бородавочники. Помните, пумбы из короля льва? Это его братья. А там, гляньте, буйволы. Они неразлучны со своими друзьями – скворцами. Для скворцов буйвол – это что-то вроде шведского стола со всякими вкусными жуками и паразитами. А для буйвола птички – это персональные дерматологи, которые ухаживают за кожей. Приятнее только грязевые ванны. Вон они, многоэтажки саванны, жирафы. Красавцы! Наверное, так и выглядела Африка до появления человека. Ни городов, ни дорог. Только леса, саванны, звери и птицы. Туристу с рюкзаком всякие там сафари на воздушном шаре – не по карману. За мои деньги можно устроить только сафари по рынку в центре Кампалы. Музыка Музыка Рынок в Кампале не для слабых нервов и уж точно не для слабых желудков. Вокруг страшное грязище, а пахнет одновременно сыростью, гнилью, потом, какой-то тухлятиной и куриным пометом. Господи, я не могу, какой кошмар! Прямо посреди рынка самая настоящая свалка, а вот здесь вот собирают мусор. Здесь непонятно, где продается что-то съедобное, а где уже валяется мусор. Так что это такое? Что тут готовят? Слушайте, ну вообще на первый взгляд это похоже на какую-то креветку, только откуда здесь креветки, я не понимаю, у них же тут только озеро. Это жареные кузнечики! Батюшки! Ааа, это жареные кузнечики! Батюшки! Батюшки, я не могу, это очень мерзко! Ребята, посмотрите на это, какие у них усищи, как у кота моего. Они даже еще жевелятся. Это Нсенене. В живом виде это кузнечик-кобылка. А в готовом – самый любимый деликатес угандийцев. В сезон дождей местные повсюду ставят ловушки для Нсенене. Это большие металлические листы, над которыми зажжены яркие фонари. Фонари жрут столько энергии, что половина деревень Уганды остается без света. А что же кузнечики? Они путают свет от фонарей со светом луны, летят на него, ударяются об железный шифер и скатываются в подставленные бочки. Потом им обрывают все выступающие части, усы, ножки и крылышки и обжаривают без масла до золотистого цвета. Похоже на какие-то очистки, как будто бы я ем какие-то куриные яйца. Ну а потом когда раскушаю, что вроде ничего. Такая легкая закуска. Но есть бы я этого в обычной жизни не стала. Чем еще чудесно озеро Виктория? Именно оно дало жизнь величайшей реке Африки – Нилу. Нил считается самой длинной рекой на планете. Он берет свое начало на северной части озера Виктория. Преодолевает саванну, пустыни, гигантские мегаполисы, и через шесть тысяч километров впадает в Средиземное море. У самых истоков Нила находятся опаснейшие пороги Африки. И тут же устраивают нешуточное развлечение – рафтинг по бурлящей реке. Поток тут такой силы, что развлечение может закончиться смертельно. Водичка так и шепчет – слабоумие отвага. Для разогрева первый порог под романтичным названием «Утренний душ». Это здесь что-то вроде крещения. Детский порожек. Следующие десять километров за каждым поворотом ждут пороги один другого водоворотисти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это гигантская мясорубка. Свирепая машина смерти, которая готова переломать каждую из двухсот семи костей в твоем теле. Епа красоты! Он выплыл. Он что-то не выплыл. Что это такое? Это маникюр! А даже педикюр! Как вообще такая возможность? Здесь мытая морковка, здесь грязные ноги. Он делает емпедикюр. Что вообще происходит? Даже не знаю, от чего тут больший шок. От места для процедуры или от того, что мастер – мужчина? Не поверите, но это явление тоже связано с озером Виктория. Ведь многие мастера педикюра – бывшие рыбаки. Из-за того, что рыбы стало меньше, зарабатывать стало сложнее. Вот и многие переквалифицировались. Вот, пожалуйста, свободный ремесленник в салоне отучился и делает свой бизнес на рынке. Смарт-гай! Сколько стоит здесь педикюр? Это 10 тысяч рублей. 10 тысяч? А, 10 тысяч? Это очень удобно. Если вы не кусали, то что цена? Мои ногти в порядке. Мои ногти в порядке. Ну и чудеса. Вот и делать педикюр в Африке. Ой, извини только брат, я ноги не побрила. Слушайте, ну кстати, делать он на самом деле не так уж и плохо. Я бы сделала точно хуже. Мажет он прям вообще, даже не парится. Убирает лишнее прям сразу ногтем. Но делает, кстати, быстро. Глянь, сколько я сижу. Пару секунд. Я за полминуты делаю педикюр, который обычно я делаю часа два. Учитесь. Нормально он капусту тут стрижет, а? 15 педикюров в день. 22 доллара на педикюре против 5 баксов работая рыбаком? Странно, что тут вообще все мужики не красят ногти. Может устроиться здесь? Девочки, если будете в Уганде и будете ходить по этому рынку, обязательно обратите внимание на этого парня. За полтора доллара такой роскошный педикюр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы перевернулись. Вот это было страшно. Впервые за 27 лет мне показалось, что все. Я не выжил. Чтобы пройти порог, нужно было взять чуть ближе к берегу, где течение слабее. Но я растерялся. Мой капитан пытался было грести к берегу, но потом понял, что не успевает. Он начал грести быстрее в надежде проскочить порог на скорости, но… Первые секунды ты не понимаешь, что происходит. Пытаешься найти хоть какую-то опору, чтобы вынырнуть и вздохнуть. Но течение тащит тебя вниз, а мощный поток воды бьет по голове, прижимая ко дну. Так страшно мне не было еще никогда. Спасибо, дружище, который меня спас. Я назову ребенка в твою честь. Или улицу. Я понимаю, что окажусь один на один с такой стихией, без инструктора, без вот этих ребят на каяках. Конечно, стихия бы меня тут же и поглотила. Озеро Виктория – это чудо не для тех туристов, кто привык ходить от музея к музею. Господи, куда я приехала? Это опасность, адреналин и шок. Но это когда червяки залезают под кожу человека и откладывают там личинки. В общем, то, что настоящие, прожженные и морально устойчивые путешественники называют при-клю-че-ни-я. Детский порожек. Все двоими руками. Все профессионалы. Нормально он капусту тут стрижет. Пойдемте утрем нос выскочки Тарантино. А-а-а-а-а-а! А-а-а! Тут очень мерзко. Ну а на самом деле мне нравится этот запах такой, экзотический. Физический. Ничего себе, тут есть здание выше одного этажа. Ого, ты что, выжила? Да, Антон, я сама в шоке. Я поняла, почему озеро Виктория так называется. Потому что оно как женщина. Оно сначала тебя манит, а потом разбивает тебе сердце. Хорошо, хорошо. Ты понимаешь, что это еще цветочки. Потому что впереди нас ждет настоящий африканский экстрим. Племена Эльфиопии, наше новое чудо света. Что тут происходит? У-у-у-у-у, это крик отчаяния. До встречи. Слушай, хочу тебя познакомить с местным гениальным режиссером. Он даже изменяет его актрису очень. Ты будешь его музой. Королё happening zero. И Weise. Ну вот, ты у тебя смыلا.